Дайджест недвижимости В Кировстате отмечают, что снижение стоимости вторички зафиксировано в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Жилая недвижимость потеряла в цене от 0,4% в Мордовии до почти 4% в Ульяновской области. Ранее Кировское управление статистики сообщало, что за полгода в области было построено свыше 3 300 квартир. В сравнении с прошлым годом объемы ввода упали на 1,5%. Дайджест недвижимости Мэрия объявила о сносе аварийных домов в Ленинском районе Кирова. В постановлениях на сайте городадминистрации указаны здания Нагиповской 83, Рейдовой 1 и улицы коллективной 45А. Первое здание находится в районе железнодорожного вокзала, второе в Вересниках, третье в поселке Новом. До конца октября этого года теруправление должно отселить жильцов в помещение маневренного фонда. Снести здание планируется до конца 2020 года, уточняется в текстах документов. Дайджест недвижимости Жить в частных домах, а не в многоэтажках, хотели бы две трети россиян, опрошенных к дню строителя Всероссийским фондом изучения общественного мнения. 66% выбрали бы этот вариант, причем половина из них предпочла бы новостройку, а не проверенные временем стены. Следующим по популярности ответом стали многоквартирные кирпичные дома – 17%. Панельные и монолитные дома – 7,3% соответственно. Как отмечает ФЦОМ, пока желания и возможности россиян расходятся. В частном секторе проживает лишь треть респондентов. Еще 31% имеют жилплощадь в панельной многоэтажке. В кирпичном доме живут 26% опрошенных. При этом каждый третий россиянин 34% характеризует состояние своего дома как хорошее, 16% как плохое и 50% граждан называют его удовлетворительным. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.